добрый день дорогие коллеги рада всех приветствовать и сегодня надеюсь что мы с вами интересно и плодотворно обговорим тему насущную и очень полезную каждый день с которой мы сталкиваемся действительно на прием ежедневно это пациенты которые перенесли кожи 19 и это наверное 90 процентов пациентов которые приходят вот ко мне например на прием каждый день последнее время и я думаю что в вашем случае тоже это большинство пациентов и у всех есть и естественно вопрос а что же делать мы с вами столкнулись с этой инфекцией недавно всего год назад скоро уже будет в марте мир столкнулся тоже примерно в течение года и каких-то исследований публикации опыта применения тех или иных препаратов протоколов не так уж много на сегодняшний день по специализации я кардиолог но хочу обратить ваше внимание что в общем-то жалобы с которыми приходят пациенты они в основном общетерапевтические и вы как семейные врачи терапевты может быть кто-то из вас кардиологи тоже сталкиваются со всеми этими жалобами поэтому предлагаю вам потихонечку разобрать что же нам действительно можно делать с нашими пациентами у которых есть перенесенная инфекция ковид 19 хочу напомнить вам наверное уже известный факт я так думаю что многие из нас уже четко могут даже не задумываясь отвечать на вопросы сколько дней человек может болеть от инфекции на какой день он перестает быть заразным для окружающих людей что мы видим в клинической картине и итак мы знаем с вами что инфекция имеет три стадии это то что известно на сегодняшний день это острова это стадии острова процесса но скоро появится однозначно табличка где будет четвертая стадия это вот тот вот период восстановления или постковидный период о котором с которым мы сталкиваемся в клинической практике о котором сегодня идет речь в основном и обратите внимание на данный рисунок он во всем мире присутствует во всех протоколах по лечению ковида 19 по лечению этой инфекции и обратите внимание на красный треугольник фазы воспалительного ответа так вот к 40 дню как вы обращаете внимание на данный момент воспалительный ответ только увеличивается то есть что происходит после сорокового дня еще не никто не может четко сказать хотя кое какие публикации кое какие маленькие исследования есть и так мы понимаем с вами что любой человек в организм которого поступает вирус имеет три стадии ранний инфекции начальный период легочная инфекция которую мы с вами уже наконец-то научились лечить и гипервоспаление период разгара но обратите внимание нет стадии завершения процесса потому что неизвестно когда завершается действие вируса и мы прекрасно понимаем что прогрессирование вот когда стадия 2b прогрессирование воспалительных реакций и усиление клинической картины пневмонии происходит в основном 15 день вот этот день 15 и 25 это уже дни так сказать не опасные для остроты процесса но очень важные для того чтобы определить прогноз пациента также есть выделено несколько других классификаций клинических в зависимости от форм и осложнений и если мы не имеем внимание вы знаете что это пациент который лечится дома а если есть поражение легких больше 25 процентов то это пациенты требующие госпитализации по наличию осложнений инфекция вызванная ковид-19 тоже бывает двух видов осложненное и не осложненное и к сожалению с осложнениями не так уж мало людей нашей стране болеют этим вирусом но хотелось бы обратить ваше внимание что кашель и лихорадка это основные симптомы вируса ковид-19 не потеря запахов не потеря вкуса не тошнота не рвота как многие говорят да не диарея и даже не кровохарканье то есть это в основном и не головные боли то есть в основном характерной чертой ковид-19 острого периода является лихорадка и кашель а вот те самые опасные моменты с которыми мы сталкиваемся с вами уже потом в клинической практике те врачи которые занимаются пост ковидным синдромом то это вот это вот как раз стадия патологического процесса когда уже заканчивается гиперкоагуляционный синдром и развиваются различные осложнения также мы уже выучили четко что общий анализ крови цирреактивный протеин додимер это основные показатели которые мы определяем наших пациентов для того чтобы оценить степень выраженности воспалительного процесса но в некоторых рекомендациях предлагается и оценка уровня лдг и повышение оценка повышение уровня ферритина обратите внимание прокальцитанина в рекомендациях еще нет хотя широко скажем так в практике и я обращаю внимание что используется этот показатель для оценки необходимости антибиотикотерапии то есть это еще не внесено ни в какие протоколы острого лечения но мы уже с вами знаем что если уровень прокальцитанина повышен то только в этом случае мы пациентам легкой и средней степени тяжести можем рекомендовать антибиотики а так ковид-19 антибиотиками не лечится и для того чтобы четко определить определиться уже с классификацией по степени тяжести то предлагаю вам ваше внимание вот эту вот классификацию которая есть в международных рекомендациях и приведена нашими коллегами россиянами и принято в украине где все пациенты делятся на четыре степени тяжести и все это зависит в основном как вы видите от уровня насыщения кислородом клеток крови то есть это тоже основной показатель на который мы с вами обращаем внимание что нужно делать а что не нужно это тоже достаточно скажем так распространенный вопрос от коллег которые я встречаю каждый день и на этот вопрос уже есть ответы в рекомендациях то есть настоящее время нет доказательств эффективности и безопасности каких-то специфических средств для лечения ковид-19 мы уже с вами дождались времени когда появилась вакцина некоторые уже во многих странах прививаются но лечение до сих пор специфического против этого вируса не разработано да и идут исследования да есть опыт применения но четко сказать как его лечить противовирусными препаратами мы еще с не можем и в основном проводится симптоматическое лечение что важно запомнить это то что не нужно назначать антибиотики при легкой и средней степени тяжести ковид-19 не нужно назначать недоказанные препараты которые имеют иммуномодулирующий эффект нам кажется что мы таким образом стимулируем иммунитет но никто ниже не изучал до какого предела можно стимулировать иммунитет и какими дозами этих препаратов не стоит вырабатывать у нации антибиотикорезистентность и не стоит нагружать внутренние органы препаратами которые дают больше гряда чем пользы в данной конкретной ситуации а а